Приветствую вас! Хочу сказать, что вы не допишали свой вопрос очевидно, потому что на конце у вас запятая и видно, что вопрос вы хотели задать такой, более обширный как это мне видится вот, вопрос вы этот не задали до конца поэтому рекомендую вам дополнить его, либо дополнить, либо соответственно в личку написать кому-то из экспертов я вам как бы засчитаю то, что вот вы написали, да? Вопрос, как днёсся гранат, и пищевые земём вместе с парнем больше 5 лет это довольно большой срок когда увлекался играми но как сделать всё стало хуже около года, как работало давайте сразу скажем скажем так игры это хорошо а вообще при грамотном подходе тиграми можно деньги зарабатывать вот стримы киберспорт сейчас это довольно таки хороший вид заработок вот и выигры играют, и деньги зарабатывают и аудитория есть и в общем, ну вообще всем хорошо вот тигр это такой вот сегмент, который чаще набирает обороты который становится всё более и более актуальным для России по-моему в этом году обороты составил 30 миллионов рублей для игровой индустрии это довольно много для российской игровой индустрии вот но я это всё к чему говорю потому что игры как часть культуры становятся неотъемлемым элементом и нужно понимать что игры они практически всегда будут и как бы вряд ли их можно будет полностью исключить вот то что ваш парень всегда увлекался играми это опять же само по себе является ну таким качеством нейтральным безобидным но увлекался да увлекался было увлечение играми да всё понятно но как увлекаться вот ещё вопрос увлекаться можно играми по-разному на самом деле можно увлекаться вселенной можно увлекаться какими-то какими-то ну какими-то интересными моментами да ну в виде там я не знаю там персонажей истории какие-то идеи и так далее вот то есть увлекаться играми это не плохо но вопрос в том как он увлекался в чем он увлекался почему он увлекался вот как происходил процесс увлечения играми это вот на мой взгляд момент очень важный самый стран это необходимо знать нам хотя бы вот значит это первое если его его что-то сподвигло на то чтобы играми увлекаться увлекаться это одно петли что-то сподвигло а вот если он просто увлекается играми это немножко другое то есть его его увлечение оно просто стало больше он открыл для себя что-то новое что-то интересное там и так далее поэтому вы же понимаете что это не игра да как таковая это именно увлечение тем что идет как бы вместе с игрок это все-таки немножко другое вот поэтому здесь я полагаю нужно вот этот момент обязательно уточнить этот момент этот момент значит далее ну мы с вами будем разбирать тот тот факт мы с вами будем разбирать что человек увлекается играми следствие каких-то проблем вот здесь я рекомендую уже как-то следует подумать если вы хотите избавить человека от игромании то бесполезно это делать вот так как обычно люди поступают в этой ситуации то есть они пытаются человек как-то отлучить какие-то там методы манипуляции там угрозы и так далее вот все это на самом деле практически недействительно потому что человек он делает какие-то вещи вещи не потому что он например не может не делать а не потому что он там знаете как будет шесть да и так далее а он это делает потому что у него как бы есть потребность зависимость от этого это зависимость то есть потребность нудлю в чем-то вам надо выявить вот именно потребности, ну, нужду в чем-то, вам нужно постараться выявить, и выявив эту нужду и потребность, вы уже сможете тогда понять, что компенсирует ваш молодой человек в своей зависимости. Вот это будет правильно, это будет как бы актуальнее. Куда более актуально, чем то, что вы предлагаете, чем то, что обычно люди предлагают. Не вы, может быть, конкретно, но то, как обычно это позиционируют. Вот. Постарайтесь понять причину, по которой он увлекся этим. Постарайтесь понять причину, по которой, по которой человек вот так вот ведет себя. Постарайтесь понять причину, по которой человек предпочитает игры, а не реальный мир. Вам это нужно, вам это нужно, вам это необходимо, вам это вот жизненно важно. Сможете это понять и сможете тогда все остальное тоже сделать. А пока, если подобных вещей у вас не имеется, пока подобных аспектов вы не знаете, то, соответственно, и с этой зависимостью, с игроманией ничего поделать будет нельзя. Вы уж простите, вы уж простите. Ну и как правильно вам сказал коллега мой, что если человек сам не хочет, если человек сам не захочет, то ему никак не помочь, к сожалению. То есть здесь ситуация вот только такая. Вот. Чего я повторю, к сожалению. Хотя вам, наверное, этого не легче. Ну а так, в принципе, вы можете ничего и не делать, вообще-то говоря. То есть ваше право от него уйти, ваше право отдалиться от него. Но другое дело то, чем вы, чего вы добьетесь этим. Вот. Но это уже, я полагаю, это уже вам решать самой нужно будет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего-всего самого доброго и удачи!